И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я продолжаю играть в Ark Survival World на сервере Томагочи с модом Анунайки. Да, это Виверна. Это та самая Виверна, которую хотят многие притомить. Но мне Адзака её подарил. Ну, ни одной Виверной мы будем сегодня любоваться. Мобов много. Вот, в общем, назвал Виверну он, была 515. Сейчас уже, то есть, притомилась плюс, плюс я её подкачал немного. В целом, я не знаю, чё качать, но выносливости там было около 6000, это 67000. Я вкачал выносливость до 12 пока что. Основной всё выкачаю в урон, потому что я считаю, что это и этот показатель самый нужный. Торпора дофига, здоровье ещё больше, так что смысла их качать, ну, в плане здоровья я не вижу. Вот только вносливость я хочу докачать всё-таки до 15000, чтобы всё-таки была. Вот, а дальше уже урон. Вот. Собственно, вот такая вот у меня, можно так сказать, армия собралась за это время, но кого-то вы уже видели, а кого-то вы ещё, так сказать, не видели. Все новенькие, всех новеньких я выставил в ряд. Вот. Кое-какие старенькие, но про стареньких отдельная история. Ну, по-простому говоря, скины. Я думаю, вы название уже прочитали, так что всё нормально. Ну, начнём с того, что я вроде бы не показывал... Господи, как же ты назвал? Скарна. Альфа-карнозавр я не показывал. В том плане, как, что да где. Кстати, вот сейчас тамят, 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 а всё из-за того, что был рестарт. Ой-ой-ой, прогрузка. Кстати, очень-очень тяжело прогружается из-за количества динозавров. Даже не постройки гробят всё вокруг, а именно динозавра. В общем, бегает он очень быстро. Два, две атаки у него. Обычная атака. И откидывать. Давайте посмотрим. Полностью как положено. Обычная атака. Просто грызёт. И откидывает. Ну, собственно, карнозавр, как я читал, случайно наткнулся. В общем, это, если не ошибаюсь, двуногий бык, что ли, переводится с латинского. Так что, такие вот дела. Хе-хе-хе. Ну, если попросту, не карнозавр, а именно, а полное название, точнее, полное имя карнозавра. Вот. С латинского переводится как двуногий бык. А, кстати, я забыл уже, там есть ещё какие-нибудь дополнительные, альтернативные. Так. На контур ничего. Лечь, сесть. Прыжок. Ничего не работает. Отлично. Такс. К вам вернёмся попозже. Ой-ёй-ёй-ёй, прогрузочка долбанная. Также у меня появился новый дрейк. Собственно, Адзака также его притомил. Судя по левлу, кстати, он, по ходу дела, либо топовый, либо почти топовый. Пятьсот с лишним. Я ему качаю чистый урон. Но выносливость, думаю, тоже нужно будет немного подкачать. Бутыли просто с собой таскаю. Взял все, что есть. Medium, Small и Tiny. Вот. Вот такой я есть кролик. Я не знал, честно. Я думал, блин, как седло-то, блин. Искал и Баня, искал и Эстер. Ничего нам найти не могу. Блин, а потом только всё же думает. Ведь, по сути, он же как этот... О, Господи, как кенгуру. Давай-ка я создам седло от кенгуру. Ну да, пожалуйста, седло от кенгуру. Ничего более. Как же на Прокоптодона. На седло от Кропоптодона. И он меня прикольнул. Работает он точно так же. Кстати, я ни разу этого кролика не видел. И я просто офигел. О, да он нафиг, кролик. Понятное дело, мне его принёс Адзак. И он говорит, да, он там на летающем острове, оказывается, существует. Редко, но существует. И, судьба, левел вот такой был немаленький. Вот. Существует, существует. А я его ни разу не видел. Ну, хотя и на летающем-то я ни разу не был. Ну, в общем, вы увидели получение опыта. То есть, он просто вот так прыгает, прыгает, прыгает со стороны. Ну, выглядит прикольно. Кэш, не показал вблизи. Давайте я покажу вблизи. Сейчас мы его очнём. Так. Эфочка. Эфочка. Сейчас он апнется. Ну, давай твою дивизию. Алё, блин. Я тебя сейчас ударю. Давай. Апыся. Ладно. А, во. Только хотел от тебя отойти уже. Так-с. Как же тебя мне апнуть? О, точно знаю как. Делаем вот так. На ОК нажимаем. Отдаляем камеру. На корняк вы вот так вот увидите. И давайте его апаем. Ну, собственно, вот так просто со стороны в сторону прыгает. И ничего более. Ну, в целом это прикольно. Хочу я ему урон. Просто тупо хочу ему урон. Ой, блин. Нафига я спрыгнуто. А, дамаг. Бьет просто лапами и головой. Но у него просто сраного прыжок. Смотрите. Я когда прыгнул, я обосрался. Я, честно, не испугался. Я думал, он сдохнет. И я с него спрыгнул. Я с него спрыгнул под самый конец. Но не стоит переживать. Он на это рассчитан, чтобы так прыгать. Ну, прыжок у него просто сраного. Быстрый! А, твою мать! Вот я сейчас так же обострался в первый раз. Бывает же такая фигня, когда вылазишь из воды, он прыгает. И вот, собственно, его прыжок. Он прыгает. Он сраного как прыгает. Твою мать, нафига я с искалом прыгал? Тихо, тихо, тихо. Спухой, спокойно, спокойно. Оп. Ну, нафиг. Я не хочу, чтобы он помер. У него здоровья дофига, но я не хочу, чтобы он помер. Ну, нафиг. Блин, ну нафига я прыгал? Кстати, выглядит, как будто у него большие яйца, а не сумки. Честно. Ну, прикольный кролик, это прикольный. На это прикольный, ни разу не видел. Оказывается, он существует. И пасхальный кролик, вспомнил, как он называется. Пасхальный кролик. Виверну мы глянули. Вот такой альфа-мешаня. Тоже притомил. Опять-таки же, адзака. И в чём прикол? Смотрите. О, кстати, оглушение. А чё у тебя так меньше оглушения стало? Хм, мешание пофиксили. У него было 900 сраного тучи оглушения. Стало 581. Чё? Мне не показалось. Мне не показалось. У него было 900 с лишним, вроде бы, оглушения. А сейчас стало меньше торпорчика у него. Но, всё равно. Опять-таки же, левел, кстати, у них практически одинаковый. Но у Додорексом на 409 тысяч оглушения. У меня глюканола, мне показалось, что... Не, у меня, наверное, глюканола. Я с кем-то попутал. Вот. А здесь 581. Суть в том, что у Мишки, даже у левела поменьше, оглушения больше. Ну, понятное дело, здоровья у Додорексом намного больше. Если фуо качаешь, он точно так же. Ну, альфа-мишани выглядит куда-то намного круче. Я думаю, я считаю даже, что он выглядит намного круче. Вот. Сейчас мы вот так вот сделаем. Делаем вот так вот. Ну, Мишка, это круто. Мишка, это всё-таки круто. Мишка, это классика. Так, также немного я на здоровье вкачал. И остальное давайте всё в урон. Кстати, вся эта икспа, он просто у меня стоит на базе, и он столько вкачался. Долго он стоит на базе, если честно. Так. Кого я ещё не показал? Конечно же, Додорексом. Додошечка. Додошечка, Рексик, это, конечно, прикольно. Я ему уже побегал, я ему немножко поубивал. К этому мы вернёмся. Собственно, с этого мы и начнём. Но, в целом, я ему качаю урон. Выносливость я не думаю, что смысл есть качать ему, так как если Фуну встанет, он просто может постоять и отдохнуть. Вся, ладно, давай, давай, чуть-чуть. Вот так вот, тысячу прибавил. Отлично. Кстати, у Мишани всё то же самое. Ничего больше. Обычная атака и удар лапой. Ну, так сказать. Поэтому я и не показывал. Додорекс, это отдельная история. Во-первых, он может просто кусать. Давайте сразу же переключусь на камеру. Он может кусать. Так, камеру сейчас повыше подниму. Он дышит огнём. Причём ауешит именно. То есть не просто перед собой, а именно ауешит. Причём это визуально сразу же видно, насколько он ауешит. То есть примерно 180 градусов. Плюс-минус. И, смотрите. Пауз. Сейчас покажу ещё раз. Пумикс. Да, он пульётся огнём. У меня стоит это контрол. Контрол это присесть. Больше он ничего не делает, чтобы я не делал. Ну, и, понятное дело, ускорение. Бегает он быстро. Бегает он очень быстро. Но проблема стрельбой, смотрите, какая. Я смотрю прямо. Он плюёт вниз. То есть, чтобы я плюнул прямо. Ну, вы понимаете, да? Он всегда, он всегда, он всегда плюёт. То есть, смотрите, мне как надо голову задрать, чтобы он плюнул. Потому что, куда смотрит голова, тогда он и плюёт. Но, если я смотрю прямо, то он немного смотрит вниз. В общем, плевать очень тяжело. Но, зато, если фотокамеру направить, то мы видим сразу, куда он примерно плюёт. Но, опять-таки, же всё равно тяжко. Тяжко, тяжко, тяжко. Ну, да ладно. Так, ну и что? Вроде как посмотрели всех, да? Из новых. Это как сказать? Из новых. А, нет, конечно же не всех. Конечно же не всех. Я забыл про Раптора. Опять-таки же, Адзака мне принёс Раптора. Стой на месте. Вот. Альфа Раптора. Да. Вот такой вот альфачок. Прикольный. Давно хотел Раптора себе. А для чего? Ну, конечно же, скин. У меня давно валяется уже скин. И, конечно же, я хотел его применить на Раптора. Не думал, что на альфачок он применится. Кстати, смотрите, у него на ногах два пальца так именно задранные. Кстати, альфа Раптор, он немного приподнятен, нежели обычный. Из атак. Обычная атака. И всё. Прыжок. И больше, так сказать, ничего. Вот такие вот дела. И... А, кстати. Давайте подбежим к Виверне. У Виверны немножечко замудрено. Во-первых, собственно, я же показал, но вроде бы не рассказал. Уж забыл. Дышим пламенем. Это правая кнопка мышки. Альтернативный удар. Обычный укус. И если мы сидим на земле, тоже нажать на Ctrl. Ctrl-это у меня присесть. Именно присесть. Но он начинает ветер нагонять. Я думал, ветер просто сдувает. Чёрт с два. Он намажет точно так же, как и обычный укус. Но при этом он ауешет. То есть он бьёт в радиусе. Что довольно-таки неплохо. При этом, если мы находимся в воздухе, то тот самый Ctrl хватает животных, также укус и также огонь. Ну, а такие дела. Собственно, больше никаких дополнительных... Бам. Убирался. Больше никаких дополнительных, так сказать, ударов нету. И это всё. Дрейк, кстати, тоже умеет хватать. Но что-то как-то у меня не очень получается хватать. Обычно я быстрее оглушаю. Вот. Дрейк, кстати, ну, я себе не говорил. А может говорил. Но, в общем, он так же хватает на Ctrl. Вот. Ну, как говорится, Альфа-Раптор Альфа-Раптором. И выглядит он красиво. Но давайте перейдём к скинам. А именно к тем, которые у меня есть. Попадался у меня вот такого-то скин. Original Raptor костюм. И, собственно, здесь написано, была, в общем, фигня. Всё это дело. Надеваем костюмчик и просто смотрите, какой он кайфовый. Вы просто смотрите, у него красные глаза. Он весь израненный. Он просто реально боевой Раптор. Да даже на хвосте у него есть ранение. Ага, смотрите, у него на хвосте даже укус есть. Как будто его за хвост хватали. Это офигенно. Просто. Просто офигенно. Скин, конечно, зачётный. И когда я его надел, честно, даже не хотелось снимать. Потому что видеть стандартную раскраску Альфа-Ча... Это даже обычно раскраска Раптора. А вот этот скин, это, конечно, просто кайф. И, честно, даже снимать не хочу. Собственно, у меня он так и будет. Но бегает прикольно. Тун-тун-тун-тун-тун. Бедолага. Все мозги его, наверное, стрясаю. Ну, в смысле этому. Игроку. Персонажу, точнее. Дальше. Тот скин, который мне очень отвратен. Очень отвратен. Этот скин, Блю Зомб Додо. Костюм. Я думаю, он выбивается именно с Зомби Додо. И он на чем отвратен? Он отвратный. Надевается на Элит, Зомби и Альфа-Зомби. Ну, смотрите. Он отвратный. Это, конечно, гешки торчат. Ну, конечно, прикольно. Зомби, все дела. Но лично мне он отвратный. Если у Раптора там реально такой боевой скин, то здесь от него блевануть охота. Поэтому ближе к телу и снимаем. Уйди нафиг отсюда. Здесь даже обычно Альфа-раскраска и то покруче выглядит. Ну, слази. Ну, слава. И давайте к раскрасочке Додошечки. Додорексик. Такая раскраска у него довольно-таки сама по себе неплохая. Но есть вот такой костюм. Блэк Додорекс костюм. То есть мы изначально видим, что блэк, то есть черный. Надеваем костюм. И реально черный. Полностью черный, кроме хвоста. Хвост, как вы видите, он немного в полосочку. Как бы потресканный и светится. Кстати, с тематем тоже светится. Он так не сильно, короче, но может, возможно, из-за моего освещения мне его больше и видно. То есть здесь же кристаллы, все дела, поэтому как бы возможно он светится. Но мне не нравится. Он черный. Все-таки вот такая раскраска от морда. Осталось бы того же самого цвета. Было бы круто. Но она, к сожалению, осталась такой же. Вот такие вот дела. Так что мне не нравится. Пока что из представленных мне нравится. Только у Раптора. Но! На этом, конечно же, не все. О да. Варда. Бичка. А, ну это, в общем, черепаха опять загасили. Смотрите. Залазим на гигу. Нажимаем K. Отдаляем камеру. Давай дальше. Медленно как крутится. Ой, отдаляйся дальше. Теперь. Ой, твою мать. Заходим в инвентарь. И есть вот такая Warden of the Mountain. В общем, это костюм для гигантозавров. Надеваем. И, о да, это Warden Giga. То есть, единственное, что ему не хватает, это убрать седло и надеть шляпу. Но шляпы нету, а седло снимать не хочу. Вот такие вот дела. И эта раскраска мне реально нравится. Он такой черный и с фиолетовой окраской. Это круто. Упс. Мне нравится такая раскраска. Так что это вторая раскраска, которая мне нравится. Из тех, что у меня имеется. Опять-таки же. И... Ну, вы догадываетесь, для чего здесь стоит черепаха. Ну, вы понимаете же, да? А кто не понял? Отдаляем немного камеру. Фочка. Warden of the Beach Castile. Ну, поняли. Для черепахи. И это офигенное. Вот честно, вот у неё охота снять седло. Потому что так она выглядит, ну, в миллиарды раз круче. Вы просто посмотрите. Реально магмовая. Можно в упор просмотреть, что да когда где. Она реально кайфовая. Вот. Черепахи охота надеть шляпу. И... Это просто офигенно. Просто офигенно. Насколько это выглядит круто. В итоге. Три скина, которые мне нравятся. Это. Гигантозавр. Оригинальный раптор. И черепаха. И три, которые мне не нравятся. Это именно черный. Черный Додорекс. Потому что у меня есть только черный. Но черный мне не нравится. Я другие видел. Другие по-прикольному. Но опять-таки, же не с пушенькового цвета. Стандартный цвет Додорекса. Ну, по-прикольнее всё равно. Ну, такой всё-таки Додорекс. Вот. Потом, кого мне не нравится у Додо. Зомби Додо. Это ещё тот отстой. И у кого ещё мне... Ммм... А чём мне всего два, что они мне нравятся? Вот. А, ну да. А чё, у меня два всего костюма? Который мне не нравится. Ага. Круто. Круто. Окей. Значит, три из пяти мне нравится. Тоже неплохо. Так. Отлыкайся. Блин, всегда бы так каналом. Да твою ж мать, а. О, это, короче, что-то не к добру. Чё-то наверху, походу, дело происходит. И мне это не нравится. А вот. Ну, собственно, в завершении я хотел показать... Хотел показать... Хотел показать... Проходим дальше, проходим дальше. Зал... Залазим. Стой, 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 стой. Тише, 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 тише. Не буянь. Вот так вот. Вот такой вот артефакт хотел показать. И знаете, что он мне напоминает? Он мне напоминает значок десептиконов из трансформеров. Чё хотите, то и говорите. Но он, зараза, своим фиолетовым цветом и своей формой напоминает значок десептиконов из трансформеров. А вы пишите своё мнение в комментариях. Реально ли он похож на десептиконов или же нет? Собственно, из-за этого я и не хочу его убирать. Он реально крутой. И также Адзака мне сегодня подарил Golden Tears. Тит. Соответственно, мне не придётся искать дудошек, чтобы, если нужно будет, мне можно будет сделать хавку. Ну и, собственно, Дрейков мы будем томить. Именно будем томить в соло. Есть как вариант уже даже три идеи, как томить его в соло. Но две я точно хочу использовать. Опаньки. А чё я сюда зашёл-то? А чёрт его знает, чё я сюда зашёл. Вспомнил, чё я сюда зашёл. Сейчас, на данный момент, у меня имеется... Имеется... Вот. Два кибла трибюта для боссов. И три трибюта для Дрейка. Ну, с Дрейками это отдельная история. А вот боссы... Это, собственно, в ближайшие моменты, в ближайших сериях будет Omega Pitek. Это огромная обезьяна. Босс. И... Паучиха. Огромная паучиха-босс. Вот. Собственно, сейчас они спаунятся в нормальном количестве. Благодаря тому, что администрация на сервере Тамагочи исправила всё это говно с огромным количеством элит пираний и элит змей. Сейчас их сложнее встретить, но зато они появляются ровно в таком количестве, в котором появляются все другие элитные динозавры. Вот такие вот дела народ. В общем, вот такой вот маленький показатель всех моих динозавриков, которые были подарены мне от Зака. Собственно, почему я записал это в отдельной серии? Ну, потому что, смотрите, я рассказывал про динозавров, я показывал скины, и всё это заняло у меня 22, мать его, минуты. Но вы понимаете, что если бы я показывал это всё по отдельности, то есть в какой-то серии, мне пришлось бы как-то это всё дело укоротить. И в итоге бы я бы не полностью бы рассказал. А так, я полностью рассказал, рассказал, что да как, да где, и заодно показал своих вновь приобретённых динозавров. Но, кстати, опять-таки же слишком много динозавров, очень много динозавров. В следующем ситтоне я буду только самые нужные, не всех подряд. Поэтому я не буду говорить, где я буду играть. Вот, и, собственно, клеймить я не буду тех, кто у меня будет на базу приносить, если в меня найдут, как говорится, я их клеймить не буду. Я буду клеймить только самых нужных. То есть, допустим, здесь, из вот этих всех, самое нужное, это... Нам-нам-нам-нам-нам-нам... Ну, примерно четверть. Вот, все остальные просто делают нагрузку на мой компьютер. Вот такие дела, народ. В общем, рассказал, показал, объяснил, что да как. А в следующих сериях мы уже будем томить боссов, как вариант. Как один из вариантов. Кстати, смотрите, у Дуду Рекса имя и ник, насколько высоко находятся. Это офигеть как неудобно. Не знаю почему, но он, зараза, очень на огромной высоте находится. Вот такие дела, народ. Ну, в общем, на этом я буду уже с вами прощаться. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать, потому что здесь много о чем есть обсудить из этой серии. Жду ваших комментариев. Всем удачи и всем пока!